Ежегодно 6 июля в Щелкове отмечается День памяти народного ополчения. Памятная дата установлена в 2016 году решением местного совета депутатов. Мероприятие всегда проходит у мемориала погибшим воинам-химикам на улице Заводской. И вот почему. Здание бывшего клуба химзавода, где проходила запись в ополчении, можно увидеть и сегодня. Вот оно за моей спиной. Именно здесь 6 июля 41-го был сформирован Щелковский батальон. 2 июля 41-го года было принято постановление военного совета Московского военного округа о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и области в дивизии народного ополчения. 600 человек из Щелковой района, рабочие, служащие, колхозники, вчерашние школьники, которые по разным причинам не подлежали призыву на фронт, добровольно взяли в руки оружие, чтобы защитить Москву. Щелковский батальон вошел в состав 3-го полка 4-й дивизии народного ополчения, она же 110-я стрелковая дивизия. Командовал батальоном старший лейтенант запаса Федор Силаев, начальник отдела милиции поселка Лосино-Петровский. Вот заметка в районной газете «Коммунист» от 24 августа 41-го года с боевым приветом ополченцев. «Мы заверяем вас, товарищи, что будем биться с врагом, не щадя своих сил и самой жизни, биться до полного уничтожения фашистских орд». До сентября они строили оборонительные сооружения вокруг столицы, а затем вместе с кадровыми военными встали живым щитом на пути врага. В середине октября в ожесточенных боях под Боровском и Нарофоминском дивизия потеряла более трех четвертей своего состава, но смогла удержать фронт. В памятном мероприятии всегда принимают участие представители администрации округа депутаты, а также сотрудники компании «Щелково-Агрохим». По словам генерального директора Салиса Каракотова, на этом месте химики ощущают связь с прошлыми поколениями, которую свято берегут. К памятной дате силами предприятия закончился первый этап капитального ремонта мемориального комплекса, построенного еще в 1975 году. Такие места, вот где мы сейчас находимся, они будут вечно. Мы не окажемся в ситуации, когда в европейских странах стирают историю, стирая памятники. Мы сохраним эту память, это наследие, конечно же, надолго, и будем из поколения в поколение передавать. Ирина Микеда, Ярослав Трубин, Щелковское телевидение.